Привет, друзья! Вновь в эфире рубрика Экспресс Разбор, и сегодня я начинаю большую серию коротеньких видео, где мы будем разбирать, как играть с неготовыми типами рук, с бродвейными картами, с туз-хай, без попадания в доску, в каких ситуациях нужно с ними конбетить, в каких ситуациях нужно ставить 2 барреля, коллировать ли потом на каких-то странных риверах большие ставки оппонента. Будем разбирать это через несколько призм и стратегий, как играть новичку, как играть более продвинутым игрокам, как может быть играть даже настоящим профессионалом, который уже играет в лимиты по типу НЛ-200 и НЛ-500. Все это будем разбирать в наших сериях видео, чтобы вы лучше поняли, как же вам все-таки играть, когда вы сделали оппон рейс и не попали в доску, ставить ли конбет, играть чек и что делать дальше. Ну и давайте начнем нашу серию видео с раздачи с туз-10. Я эту раздачу сыграл на НЛ-200 в сети iPoker, сделал оппон рейс из УТГ, все выкинули, кроме хобби игрока на малом бланде. Ну статистики на него было мало, но он так уже проявлял интерес к их банкам, у него был в пип 50 на 19, то есть из 28 раздач он примерно половину банков так или иначе сыграл. Он зашел колд-коллом на малом бланде, ну и собственно говоря, ББ выкинул и вышел флоп валет 9-4 радугой. И вот на таких флопах с рукой по типу туз-10 уже у многих игроков начинают возникать вопросы. А что вообще делать-то? Ставить ли конбет или может быть чекать? Потому что с одной стороны у нас есть туз-хай, шоу-даун-вэлью, с другой стороны мы хотели бы не дать оппоненту реализовать свой потенциал, эквити своих рук. С третьей стороны это хобби игрок и непонятно как он будет продолжать, да, если мы поставим конбет, коллировать нам или нет. Как здесь стоит действовать? Если вы играете низкие лимиты, да, может быть микролимиты 0.2, 0.5, 0.10, можете просто пока играть по так называемым упрощающим правилам. То есть вы можете запомнить, что хобби игроки очень редко выкидывают на конбет. У них средний показатель флоп на конбет, ну процентов 35-40. Соответственно, когда у вас рука не готовая, вы еще особо не понимаете, как с ней играть на последующих улицах, то просто ставьте только те руки конбетом, которые имеют достаточное эквити на усиление. 6, 7 и более аутов, да, если вы в позиции. Если вы играете без позиции, то лучше вообще ставить только 8-аутовые руки. То есть, условно говоря, если у вас здесь какая-нибудь король-дама, у которых потенциально 6 оверкарт, да, 3 оверкарта на короля, 3 на даму и 4 аута еще на гатшот, тогда вы делаете ставку. Если у вас потенциально на улучшение только 1 оверкарта, и вы пока мыслите еще категориям количество аутов, оверкарт, то вы, соответственно, конбет здесь не делаете. То есть вот вы это запомнили, такие, блин, пассивный телефонистый фиш, аутов у моей не готовой руки, а для вас пока не готовая рука, это любая, которая не попала в пару, да, аутов вроде как мало, просто сыграю чек. Если же вы уже находитесь на более продвинутом уровне, вы можете вспомнить причины для ставок, да, они разобраны на покер-абилити, в разделе стратегия, и в данном случае у нас здесь рука со слабым шоу-даун-вэлью. На самом деле, хоть эта рука и не готовая, но у туз-хай есть шоу-даун-вэлью. Мы впереди спектр хобби игрока, у него там куча всяких рук, которые не попали в эту доску, и мы здесь задумываемся, достаточно ли много он здесь рук выкинет, которые имеют против нас живые 6 аутов плюс на усиление, да, и достаточно ли много у него таких рук, часто ли он их выкинет, какой у нас может быть фолт-эквити, да, мы можем задумываться, если вы еще на более высоком уровне, и исходя из этого сделать ставку. И вот если вы так подумаете, да, то будете мыслить категориями, либо причин для ставок, либо фолт-эквити, да, то вы поймете, что здесь в принципе можно сделать ставку, ставка будет плюсовой, и мне здесь больше нравится в этой ситуации играть через конбет, потому что если мы заберем аут каких-нибудь там 6-7, какие-нибудь 8-7, или заберем, или проблюбетим, для нас это в принципе неплохо, плюс мы угрожаем у него некоторые блеф-эквити, плюс у нас будет потенциал на баррелинг на некоторых картах терна, поэтому в целом именно с такой рукой мне здесь нравится бет. Я здесь, собственно, так и сыграл, поставил полпота, и хобби игрок сыграл чек-кол. Терн вышел с парка по девятке, совсем мне эта карта не нравится, да, поэтому здесь я уже решил не продолжать ставить, и просто решил взять чек. Опять же, я помню, что у меня есть шоу-даун, вэлью, здесь промазывал много рук, 8-10, дама-10, король-10, вот подобного рода комбинации, то есть гэтшот на всякие там 8-7, туз-хай какие-то могут быть слабее с бэкдорфа, то есть достаточно много рук, против которых, на самом деле, я еще впереди на шоу-дауне, поэтому я просто беру в позиции чек-бехайн, и выходит двойка, двойка. И вот здесь интересная ситуация случается, да, почему? Например, когда вы еще не совсем разбираетесь, как вам играть по причинам для ставок, вы не умеете оценивать equity, fault equity, equity range, вам нужно играть по упрощающим правилам, потому что, если вы будете слишком часто ставить конбеты, да, ну, вот вы будете проводить такие сложные ситуации, человек сделает здесь x2 over bet, и у вас вопрос, калировать вам или нет, и вы не знаете, как здесь сыграть. То есть, если бы вы двигались по упрощающим правилам, такие, о, типа, у меня мало здесь аутов на усиление с моей рукой, значит, я играю через чек, то вы в такой ситуации бы вряд ли бы оказались. То есть, вы бы, может быть, сыграли бы колл по терну и фолд по риверу, или, может быть, чек-чек и небольшую ставку бы заколлировали на ривере. Но поставив конбет, да, вам уже нужно понять, с чем оппонент будет выкидывать, с чем он будет продолжать, и как он будет играть на ривере, возможно. Это уже более сложно, да, здесь уже нужно разбираться в причинах для ставок, лучше работать со спектрами оппонентов. И вот здесь вопрос, да, стоит ли нажимать колл или нет, да, можете поставить видео на паузу небольшую и ответить себе на вопрос, то есть, вы бы здесь x2 overbet коллировали бы, или все-таки бы выкинули? А мы сейчас вашу догадку проверим. Итак, стоит ли здесь коллировать, да, давайте посмотрим. Мы поставили конбет по флопу, здесь я накидал рейндж, с которым он будет чек-колить 57%, то есть, он продолжает колл, 57%, но на самом деле у него здесь будет еще спектр чек-райза, то есть, в целом он продолжает здесь больше 60%, то есть, фолд на конбет у него будет относительно невысокий, там процентов может быть 35%, но с учетом того, что мы ставили конбет по флопу всего в полпота, как вы помните, да, требуемое фолд-эквити должно быть невысоким, да, всего лишь 33%, поэтому конбет в целом такую структуру доски плюсовывает. При этом у нас еще есть живое эквити, да, почти 36%, поэтому типа конбет ок. И дальше смотрим, что происходит, да, во флопзилке, то есть, мы поставили конбет, он сыграл чек-кол, по терну мы сыграли чек-чек, то есть, у него сохранился точно такой же спектр, и вот на ривере я ему задал такой очень, не блефовый достаточно спектр, да, потому что я не знаю, сколько он агрессивно играет, то есть, какие здесь факторы я принимал во внимание. Ну, во-первых, что хобби игроки крайне редко здесь будут овербетить сайзингом x2 на руку по типу топ-пары, и для меня этот сайзинг, когда я принимал решение о колле или о фолде, он мне нравится больше, чем сайзинг 3 четвертых пота. Почему? Потому что, ну, хобби игрок крайне редко поставит здесь какие-то там туз валет или король валет подобным сайзингом, да, крайне редко, очень маленькая частота у него будет бета, а 3 четвертых пота он поставит достаточно часто все валеты, то есть, в таком сайзинге у него меньше вэлью рук, которые я не бью, то есть, когда он здесь ставит x2 овербет, он говорит, так, ну, у меня типа девятка, да, либо что-то сильнее, либо ничего. А для моих коллов это хорошо. Почему? Потому что, когда вэлью комбинаций становится меньше, а, например, количество блефовых комбинаций сохраняется на прежнем уровне, то у меня что? Растут шансы банка на колл, то есть, мне такие, мне здесь коллировать интереснее. Конечно, при этом он мне дает худшие шансы банка на колл своим сайзингом, да, но, тем не менее, когда он устраняет своим размером ставки большое количество вэлью комбинаций, для меня это хорошо, и плюс, на самом деле, я и большое количество, на самом деле, трипсов и фулов здесь могу убрать. Почему? Потому что далеко не все хобби-игроки захотят здесь с трипсом ставить большую ставку и редко видеть коллы. То есть, с их точки зрения, ну, типа я прощекал терн, у меня, значит, что-то не очень сильное, и им хочется хоть как-нибудь меня добрать, поэтому большинство хобби-игроков здесь выберут стандартный размер ставки, в том числе и с нацами, с трипсами, с фулами, то есть, он здесь, во-первых, поляризует свой рейндж ставки, во-вторых, из-за такого именно размера и линии он расширяет блефовую часть этого спектра. Но, тем не менее, я ему задал достаточно много здесь стритов, трипсов, то есть, я ему дал по 50%, что он все фулы так овербетит, все трипсы он так овербетит, немножко овербетит туз валет даже задал, хотя, с моей точки зрения, это, ну, слишком оптимистично я ему задал рейндж, и при этом спектр блефа я ему задал относительно небольшой, потому что я не знаю, агрессивный этот фиш или нет, потому что на него всего было 30 раздач, то есть, я ему задал всего лишь 35% неготовых рук, с которыми он может здесь блефовать, и 35 каких-то слабых туз хай, которые он может тоже превратить в блеф. Ну и посмотрим, какие у нас здесь, какой у нас эквити, то есть, у нас здесь эквити 50% у нашей руки, при этом, когда он здесь делает x2 овербет, наши шансы банка на колл 40%, эквити больше шансов банка на колл, значит, что колл будет плюсовый, и это при этом при очень пессимистичном варианте, да, то есть, возможно, можно было бы даже задать более оптимистичный сценарий, и эквити стало бы еще больше, то есть, больше блефов задать и меньше вэлью. Но даже если мы по пессимистичному сценарию пролезаем, то тем более пролезаем и по оптимистичному. Ну, давайте посмотрим, что там был за шоудаун, в этот раз я прокатился на известных местах, да, на топ рейнджа, увидел просто на целый фулл, но в целом я сыграл эту раздачу верно, и если вы сильно привязываетесь к результатам раздачи, я вам рекомендую посмотреть предыдущее видео, где я разбирал, почему не стоит принимать решение о том, сыграли вы верно или неверно, в зависимости от того, выиграли вы в конце деньги или проиграли. Ну, на этом все, увидимся с вами в следующих видео, хорошего дня, пока!